Тихон Николаевич Тихон Николаевич Тихон Николаевич Тихон Николаевич Два ученика по возвращению учителя приумножили таланты и вернули вдвое больше, а третий закопал в землю. И вот передавая Библию Тихону Хринникову, отец Василий сказал такие слова. Тихон Николаевич, сейчас талант – это дар, не спосланный свыше. И вы свой талант не зарыли в землю, а приумножили на благо всех россиян. Вас знают не только в нашем городе, в Липецкой области, но и во всем мире. Говоря о семье Хринниковых, обязательно нужно сказать о том, что семья была очень дружная и дом был открыт для всех. В семье часто собирались близкие и знакомые, часто играли на гитаре и мандолине и пели русские народные песни. Очень любима была песня «Белые бледные». Тихон Николаевич рассказывает о том, что часто собирались за круглым столом, исполняли эту народную музыку. И Тихон Хринников очень рано стал музыцировать. В шесть лет он стал петь. Затем однажды он удивил ельчан своей музыкой. В городском саду вместе со своим старшим братом он играл в оркестре. Но, как он сказал, Тихон Хринников удивил ельчан. Он играл не на музыкальном инструменте, а играл на стаканах, наполненных водой. Тогда он сказал, Тишка Хринников удивил всех ельчан. И после этого он стал брать уроки музыки у Ивана Матвеевича Зизюкина. И когда ему было 13 лет, он написал свой первый опыт для фортепиано. Он очень много стал сочинять. И однажды, это было зимой 1928 года, к ним приехала в гости Софья Григорьевна Цетлин из Москвы. Услышав музыку юного дарования, она решила, что его обязательно нужно показать московским педагогам Елене Фабиановне и Михаилу Фабиановичу Гнесиным. И так на зимних каникулах 1929 года Тихон Хринников и Софья Цетлин едут в Москву на прослушивание. Гнесины прослушали Тихона Хринникова и сказали, что у мальчика есть талант, но ему обязательно нужно закончить в Ельце девятилетку и тогда сделать для себя выбор, остаться в Ельце или приехать в Москву и поступить в технику имени Гнесиных. Тихон Хринников уезжает из Москвы не с пустыми руками, Михаил Фабианович ему дарит очень много нот на литературу и заканчивает девятилетку, по окончанию которой летом 1929 года он уезжает из Ельца в Москву и успешно выдерживает экзамен в техникум Гнесиных. На этом елецкий период Тихона Хринникова заканчивается и уже будучи студентом училища имени Гнесиных, он приезжает в Елец уже как в гости к родителям. Затем по окончанию техникума его сразу принимают на второй курс Московской консерватории и здесь Тихон Хринников начинает сотрудничать и с театрами Москвы, и с музыкальными школами, училищами, очень много пишет музыки. Заканчивает консерваторию он в 1936 году с отличием. В этом же году он соединяет свою судьбу с Кларой Арнольдовной Вакс, это его супруга, с которой он прожил в любви и согласии более 67 лет. У них родилась дочь Наталья и Тихон Николаевич всегда говорит, что очень любил свою жену и любит сейчас. К сожалению, она ушла из жизни, но дочь не продолжила ни судьбу отца, она стала художником-костюмером, делает эскизы к работам своего отца и к другим спектаклям и постановкам. Замечательно еще и то, что Тихон Николаевич говорил, что ему всегда в жизни везло на хороших и добрых людей, среди которых он часто отмечает своих учителей. Ивану Матвеевичу Зизюкину, Анну Федоровну Варгунину, Иосифу Квитону, Владимиру Агаркову. Но, к сожалению, этих людей уже нет с нами, но Тихон Николаевич много им посвятил своих музыкальных произведений. Если говорить о творчестве Тихона Николаевича Хринникова, то достаточно сказать о том, что у него необыкновенная душа и человечность. Он очень много пишет для людей и ради людей. Хочу сказать еще о том, что им создано очень много опер и балетов, музыкальных произведений. Однажды ему в укор поставили, что он ничего не писал для детей. Это было в 2002 году. И, приехав как раз из Елься, когда он это выслушал от своих коллег, он написал шесть пьес для фортепиано именно детской тематики. То есть у Тихона Николаевича появилась еще и детская музыка. Говорить о Тихоне Николаевиче можно часами и днями. И перечислить все его регалии невозможно. Достаточно сказать то, что он является герой социалистического труда. Он народный артист РСФСР и СССР. Он автор многих музыкальных произведений. Он также почетный член ряда зарубежных академий, в том числе итальянских, Санто-Тичили и Тиберийских. Он профессор Московской консерватории. В свои 94 года он пишет музыку. Он действующий музыкант и композитор. Его музыка исполняется не только в нашей стране, но и далеко за ее пределами. И вообще, когда он говорит, что он родом из Ельца, он гордится тем, что его взрастила и вскормила Липецкая земля. Елецкие корни, елецкие истоки, елецкие родники напитали его так, что он до сих пор не может выговориться. Самое святое место на земле – это Елец. Это город, в котором он вырос, где были его родители. И он говорит, что это место будет всегда свято. Здесь живут мои друзья, и дыхание затаят, в ночные окна вглядываю с я. Здесь живут мои друзья.